Сейчас уже можно уверенно говорить о том, какие тактические схемы применил противник для совершения массированной информационной атаки на Украину в ходе выборной кампании. Мы уже неоднократно говорили о том, что именно информационная подача, которая была вложена в канву информационной, а вернее медиа войны, не содержала каких-то изысков или новаций. По сути, это была техника грубой силы, направленной на обрушение рейтинга. Спустя небольшое время после сброса оборотов пропагандистской машины, узкая прослойка тех, кого подмяла эта мутная волна и кто сможет проанализировать то, что их сломало, с грустью обнаружат, что невзирая на их ум и способность думать, мозг им вышибли примитивной кувалдой, которой обычно действует на маргинальный слой. То есть, они в принципе умные и образованные люди, показали реакцию гопников и шпаны, которая по своей природе восприимчива именно к такому уровню воздействия. А значит, они встали плечом к плечу с братвой, которую по жизни никогда не считали себе ровней. Если кто-то считает, что здесь мы что-то пережали или сгустили, поезжайте в Париж, Тулузу, Марсель или Бордо на выходные. И среди толпы зеленых жилетов выберите самых пристойных по виду людей и пообщайтесь с ними, если получится, на тему о том, зачем они жгут машины простых своих сограждан, зачем грабят магазины и рестораны. И вам ответят, что это не они и что в их ряды затесались те, кто специально ждет волнений, чтобы поживиться. Причем, делают они примерно то же самое, разве что не грабят, но действуют именно плечом к плечу с гопотой. А чтобы собственную машинку ненароком не сожгли, выкладывают на торпеде желтый жилет, мол, я свой. И делают они это потому, что знают, что их товарищи жгут машины и будут их жечь дальше. Им просто не хочется, чтобы сожгли их авто. Они все это понимают, но не могут принять, что в своих действиях они уравнялись с мародерами, грабителями и прочей дрянью, которая использует эти протесты с пользой для себя, извлекая из этого материальную выгоду. Там тлеющий и уже долгоиграющий процесс. Но когда он закончится, эти интеллигентные люди придут к той же точке осознания, что они попали под действие инструмента, который не должен был их зацепить. Это неизбежно. А чуть позже им начнут задавать вопросы о том, где были их глаза и чем они думали, когда принимали в этом участие. Причем спрашивать будут не иностранцы наподобие меня или тебя. Спросят собственные соотечественники, родные и близкие. А для них ответ о том, что в их ряды кто-то затесался, не пройдет. Им очень быстро пояснят, что ситуация была прямо противоположной. Это они со своими интеллигентскими замашками затесались в ряды откровенной гопоты. В конце концов, они перестанут подтверждать свое участие в протестах, а потом будут отрицать его и даже возмущаться разгулу вандализма и всему прочему. Поскольку найдется кто-то, кто задаст простой вопрос о том, что если в ваши ряды затесались погромщики, а не наоборот, то почему вы, ваше большинство белых и пушистых, не остановило единицы затесавшихся? Почему вы разрешили им жечь машины соседей и грабить кафе, в котором вы часто пили кофе и ели круассан? Если вас было больше и вы были умными и порядочными, то почему вы позволили происходить вот этому? А ответить нечего, потому что именно гопоты было большинство, а вы к ней примазались. То же самое ожидает и нашу публику. И поскольку выборы уже позади, то все произойдет намного быстрее, и этим людям придется объяснять в первую очередь себе, чем же тогда он отличается от гопоты. Хотя, ответ на этот вопрос мы можем подсказать. Гопота хоть дерзкая и отчаянная, а эта публика показала повадки гопника только в его трусливой ипостаси, которая прибилась к толпе и в ней хоть чуточку ощутила себя крутым. А все потому, что эта прослойка поддалась на самый простой метод воздействия. В принципе, не рассчитанный на них, но они сами сработали на свое понижение. Мы не зря применили множественное число к слову тактика, поскольку было отработано сразу несколько направлений, прямо не связанных между собой, но все они подчинялись единому замыслу. Кстати, россияне говорят о том, что это была их настоятельная рекомендация о каникулах в Париже, чтобы за три недели кандидат своими руками не похоронил шанс на успех. Но это мелочи по сравнению со всем остальным. Наиболее значительной была работа по дроблению и переформатированию электорального поля. Думаю, что специалистов такого уровня, чтобы успешно выполнить эту задачу, в Украине нет. На самом деле, эта работа выходит за рамки тактики и на самом деле ближе к стратегическому замыслу. Задача состояла из двух параллельных направлений. Первое. Четкая сегментация электората, который под разными флагами выступал против пороха. Понятно, что наш избиратель еще не привык голосовать за идею, концепцию и, в конце концов, за конкретную программу. Он голосует за личность. И, как мы теперь видим, эта личность может пороть полную чушь, просто молчать или даже контурно не очерчивать свои программные тезисы. Он голосует за картинку по принципу «нравится, не нравится». Надо заметить, что такое происходит не только у нас. И так, голосует в состоянии расслабленности и отсутствия реальной угрозы. Когда публика осознает угрозу, она опускается на землю и отталкивается от других критериев. Зная эту особенность, изначально надо было закрепить части электората за определенными картинками. Оно и понятно, ибо изначально за Зе могла голосовать только уже очень определенная часть общества. И довольно большое количество людей тяготело к тому же Бойко или Юли. На финальной стадии предвыборной кампании они просто не имели тех ресурсов, которые сразу два мощных спонсора предоставили Зе. Тем не менее, вместе они набрали примерно такое же количество голосов. И так, по всему этому сегменту электорального поля. Надо было закрепить электорат. А потом их картинка стала выдавать основные тезисы, которых было немного. И основным из них был тезис о смещении пороха. Потом, когда они не прошли во второй тур, и когда попрощались со своими избирателями напутствием голосовать за Зе, дело уже было сделано только потому, что эта часть избирателей слышала от Зе те же основные тезисы, что и от тех, кому они отдали свои предпочтения. То есть, пересадка голосов оказалась бы идентичной, даже если бы Юля, Бойко и прочие не давали бы напутствий своим избирателям. По факту, они уже были подготовлены голосовать за того, кто говорил бы речи, к которым приучил их кумир. По большому счету, здесь нет ничего нового, и это все ожидаемо. Как мы говорили в предыдущих материалах, Москва поставила цель получить 55 на 45 в пользу Зе, чтобы не повторился вариант 2004 года. Его более мягкая инкарнация в 2010 году, где разница между участниками второго тура, была в диапазоне статистической погрешности, что могло вызвать непредсказуемые последствия. Разрыв в 10% голосов должен был дать твердость результата и безусловную победу. Большей задачи никто даже в Москве не ставил, но разрыв, согласно данных Экзитпола, составил около 50%, и тут явно не обошлось без какого-то бонуса, на который даже не было надежды. А бонус пришел из второго направления, которое разрабатывалось как страховочное и скорее рассчитанное на деморализацию электората противника. Нетрудно догадаться, что здесь применялись адаптированные технологии первого направления, максимальная сегментация электорального поля противника и его изъятие из предвыборной гонки после убытия привязанного кандидата в первом туре голосования. Проще говоря, надо было деморализовать электорат, который мог бы проголосовать за Пороха лично или за те идеи, которые он поставил во главу угла своей предвыборной кампании даже тогда, когда твой кандидат не проходит во второй тур. Как потом стало понятно, на этом участке электорального поля сыграло неожиданно много кандидатов, в частности, такие как Садовый, Гриценко, Смешко и некоторые другие. И вот тут мы возвращаемся к тому же самому вопросу, который мы ставили Пороху несколько статей назад. Если вы действительно заявляете, что действуете в интересах Украины, то ваши поступки должны это подтверждать. Говоря проще, все эти кандидаты обязаны были понимать ситуацию во всех ее аспектах, а особенно в собственных перспективах победить в выборах. Если ты этой перспективы не видишь, то именно в этой ситуации у тебя должна быть какая-то другая цель. Ведь вряд ли к данной ситуации подходит принцип «не догнать, то хоть погреться». Но в принципе попробовать себя в предвыборной гонке – конституционное право каждого, ибо каждый гражданин Украины имеет право избирать и быть избранным. Другое дело, что ты при этом делаешь. Упомянутые выше и некоторые другие деятели, в отличие от стана противника, ничего не говорили о засосах с Москвой и подобных вещах. Более того, они посылали месседжи, которые позиционировали их как альтернативу Аппо-блоку и невесть откуда вынырнувшему кандидату, который оказался темной лошадкой. То есть, они работали примерно на том же электоральном поле, что и Порох. В этом тоже нет ничего плохого, но их действия укладываются в ту же самую тактическую схему, которая была применена к другой половине электората. Были засвечены картинки, а к ним привязывался электорат, который тоже ориентировался не на программу или тональность риторики, а на то же самое «я его не брошу, он такой хороший». И вот, когда привязка формализовалась, то выяснилась удивительная вещь. Эти люди избрали стержнем своей методики ровно то, что их оппоненты по электоральному полю. То есть, основой своей предвыборной риторики они избрали тактику утопления пороха помоями, а сверху использовали небольшой слой обвеса, который был неинтересным, несодержательным, и его можно отнести к разряду унылого Г. Кстати, некоторые кандидаты решили отказаться даже от минимального обвеса и просто работали помоеметательными машинами. Причем, некоторые из них, имеющие профильное образование и опыт работы, просто обязаны были понимать, что именно они делают, и у нас нет сомнения в том, что они четко понимали свою роль и смысл своих действий. Они работали в жанре политического киллерства и явно не в свою пользу. Они просто расчищали путь тому, с кем была определенная договоренность. Мы даже догадываемся, как зовут эту женщину. Но в итоге оказалось, что расчистили они эту дорожку не тому, кому хотели. А когда после первого тура это стало очевидно, щелкнули каблуками перед теми, кто по определению был их главным противником в электоральной битве. То есть, они решили получить хоть какие-то дивиденды у той силы, для которой они, по факту, и расчистили путь. На этом борцы и патриоты кончились навсегда. Кстати, особо пламенный привет мэру одного из западных городов. Именно о таких были сказаны слова классика. Нам не страшны московские вощи, нам страшны украинские гниды. В общем, в очередной раз Москве удалось разделить и потом собрать в новую конструкцию украинский электорат. А мы снова прозевали на наших полях табун троянских коней. Но сейчас уже ситуация все равно другая. А общественно-политические процессы идут быстрее. Так что будем считать, что вся эта развеселая публика сама на себя поставила клеймо, которое уже никогда не будет смыто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok